ребята вот мы и освоили т-34 85 миллиметров от меня 8 10 это хороший танк единственное я могу назвать только парадистом потому что мы играли на т-34 100 миллиметров чехословацкой ветки это небо и земля там я получал удовольствие здесь я понимаю что это хороший танк но не соответствует ожиданием ты берешь танк победы т-34 он не очень хороший так и знаете заготовка ты думаешь ну вот 85 миллиметров я к на этом танке нам все-таки наверно буду ощущать те ощущения которые были нас т-34 100 миллиметров ну или хотя бы приблизительно это танк победы фигушки вам это хороший танк которым есть свои огрехи да то есть он может с одной стороны вас защитить с другой стороны может не защитить тут мне кажется еще сыграл такой нюанс что не прокачанный экипаж как только у нас прокачался экипаж до 100 процентов обучения до перестали действовать отрицательный эффект ты стала намного комфортнее играть при этом это не отменяет того факта что нам пришлось перед этим очень ощутить то есть вот мы сейчас попали вот в этот период когда усложнили прокачку до 100 процентов то есть если у нас уходила раньше на прокачку экипажа 100 процентов 1 2 трансляции теперь у нас уходит от 3 до 4 трансляции то есть по сути увеличили ну как минимум два раза требования по прокачке экипажа 75 процентного уровня до 100 процентный уровень поэтому пока вот мы ездили на т-34 85 миллиметров он не ощущается танком победы поэтому для меня это пародия на танк победы да это хороший танк но это не танк т-34 который я ожидал ну пощупать ощутить как боевую единицу я надеюсь что может быть там когда-нибудь поиграем я подумаю там есть т-34 75 м за золото есть как-то кантемиров возможно может быть там есть т-34 то есть еще три четверки которые надо пощупать но на данный момент танк победы почему-то достался чехословацкой ветки в виде т-34 100 миллиметров я на нем испытал как раз ощущение танка победы здесь же я вижу дужу пародисты который притворяется танком победы что-то из себя корчат здесь наверное потому что как-то ж надо оправдать почему советской ветки т-34 к не является т-34 кайда потому что это не танк победы это просто ну в лучшем случае хороший там но не более не более вот поэтому 8 из 10 это максимум сколько можно этой техники поставить потому что все впритык вроде как бы броня есть вроде наклоны есть но все это вот такой знаете на грани пола то есть муж прокатит нож не прокатит и ты и а еще плюс у тебя экипаж не стопроцентный и дал отрицательный эффект и получается те больше не прокатывает мы здесь побили на этом танке анти рекорд на премиум аккаунте подряд слили 6 боев я никогда так хорошо не получалось я вроде не при без премиум у нас бывало дата что как бы ты можешь так подряд проиграть но чтобы на премиальном аккаунте 6 подряд боев просто сливалась я я не знаю я не знаю за что зачем брать теперь премиум я на настолько какой-то вы знаете я до этого все думал надо бы на год премиум взять к надо бы на год премиум после вот такого результата я такой думаю может не надо уже найти с одной стороны хочется все таки же пока но уже я что-то усомнился если до этого я как-то уже склонялся нам надо будет об этом подумать а сейчас такой может не надо что-то толку не вижу я смысл брать премиум если вот я на премию играю и такой слив идет боев то есть как я не вижу преимуществ как бы по прокачке тоже не вижу понимаете я не знаю как теперь стопроцентный экипаж другие будут люди качать то что если ты на премиуме качаешь теперь экипаж два раза больше возможно без премиум вы будете в три или в четыре раза дольше качать поэтому это вообще жесть какая-то происходит в плане ну то есть игра для тех кто приходит вортовтенса готов сюда вливать деньги если вы не готовы сюда вливать деньги вам лучше наверное вортовтенса больше не приходить потому что он вас он он ждет тех кто готов вознаградить эту великую игру за ее достижения но не более того все остальные могут проходить лет если вы сюда придете каким-то ненароком вас будут тут очень очень сильно объяснять что вы пришли не туда мягко говоря я бы выразился пожестче как это было на барабанном чехословацком танки десятки но вот как-то так вот такие впечатления сейчас посмотрю что написал ксандран сандры написал следующее от меня 6 из 10 лично у меня были гораздо больше ожиданиям да это далеко не плохой танк но как же много зависит от экипажа срезка и бафов за непрокаченный экипаж слишком сильный ну вот мы это ощутили как-то сами вортовтенса закручивает куда-то не туда гайки но я это и сразу понял знаешь когда они стали голду давать я понял что если приманивают уже голдой чтобы ты в этих акциях там участвовал значит гайки будут закручивать но по спасу тебе пока есть на ком эти гайки закручивать и их не вот эти распродажи караваны показывают что нормально нормально народу нравится вот жесткий подход ворту в то есть они притом не торопятся как говорится вводят все это постепенно я думаю дальше будет только интересней ну а танку 8 из 10 возможно мы он бы больше и лучше себя проявил но обстоятельства в данной ситуации против него так что вот такие впечатления